всем привет вы на моем канале товар из китая и сегодня у нас обзор вот этого белого красавца этот телефон meizu note 9 обратите пожалуйста внимание какой яркий сочный экран при дневном свете очень хорошая видимость кстати сейчас этот телефон очень сильно подешевел в китае об этом и обо многом другом я хочу рассказать в этом полном обзоре поэтому садитесь поудобнее и мы приступаем к нашему обзору и так meizu note 9 итак начну с комплекта поставки у нас телефон приходит таком синим картонном кейсе на украинском языке тут наименование товару смартфон meizu note 9 464 цвет white видимо эта модель предназначалась для экспорта в украину модель м 923h меня на руках глобальная версия вместе с телефоном идет зарядный блок 5 9 и 12 вольт на 2 ампера с поддержкой быстрой зарядки а также кабель юсб тайп си это комплект поставки также фирменная иголка для извлечения sim карт давайте продемонстрирую так у нас такой комбинированный слот для двух наносим карт без поддержки расширения карты памяти здесь так 64 гигабайта кажется вполне достаточно и по мне так этот лоток немножечко немножечко выпирает на левой грани телефона итак мы имеем meizu но 9 6 и 2 full hd плюс дисплей qualcomm 675 здесь восьмиядерный фронталочка на 20 мегапикселей и основная камера на 48 мегапикселей плюс 5 мегапикселей и распознавание лица имеем ну что переходим к нашему телефону вот такой вот полный ламинат белая пластиковая панель камера слегка выпирает вспышка сканер отпечатка пальцев и логотип meizu на левой стороне как я уже сказал лоток для двух наносим карт сверху микрофон для шумоподавления с правой стороны кнопка включения и регулировка громкости выполнены из металла снизу у нас имеется внешний громкий динамик микрофон также отверстие для аудио аудиоджека три с половиной миллиметра и порт юсби си спереди у нас фронтальная камера хорошего качества ну к ней мы еще вернемся а также множество датчиков и динамик а теперь переходим к телефону включив дисплей я уже настроил сканер по лицу и только свайпом вверх и экран сразу же разблокируется здесь он работает очень корректно также сканер отпечатка пальцев тоже работает корректно я уже настроил два пальца и мгновенно распознает за это meizu огромный плюс обратите пожалуйста внимание какой яркий здесь экран это здесь процентов на 60 на 65 яркость вот полная яркость а вот минимальная неплохие пороги яркости я выставляю процентов на 60 всегда яркость в настройках если обратить внимание на звук то здесь у нас тоже полный порядок рингтоны ну неплохо но обычная звук тестирую просмотром youtube а включив обычный видеоролик можно посмотреть послушать громкость смотрите как комфортно смотреть фильмы какая яркая картинка вы не высветает прекрасный прекрасный экран как видите фильмы на нем смотреть одно удовольствие если зайти настройки телефона то здесь нас встречает полностью русифицированное меню повторюсь что здесь глобальная прошивка если посмотреть по телефоне meizu not 9 здесь версия прошивки flym 7.2 работает на андроиде девятом это неплохо я установил уже жесты мне нравится работать жестами но здесь можно изменить в панели навигации можно кнопку эмбэк выбрать можно простой жест я выбрал навигация жестами можно выбрать панель навигации android на экранные кнопки но я уже от них отвык поэтому я выбрал навигацию жестами свайпом влево я выхожу из этого режима отпечатки распознавание лица можно выставить здесь множество настроек на русском языке ну больше о телефоне мы можем узнать рассмотрев приложение девчек и так наш смартфон работает на процессоре ковалком восьмиядерный процессор здесь он классифицируется sm6150 но везде характеристиках это snapdragon 675 тактовая частота от 300 мегагерц до 1000 до 2000 мегагерц графический процессор адрена 612 поддержка вулкан расширение дисплея 2244 на 1080 точек это full hd плюс прекрасная яркая матрица 438 ppi плотность пикселей 4 гигабайта оперативной памяти вместе с 64 встроенной памяти из которых около 50 на борту поддержка bluetooth 42 также поддержка usb хост инфракрасного датчика нет поддержки nfc нет gps поддерживается далее система работает meizu но 9 на андроиде 90 android пай патч безопасности 1 февраля 2019 года android 90 fly m7 . 2 . 2 и дата сборки 2 апреля 2019 года телефон достаточно свежий также батарея здесь на 4000 миллиампер часов батарея честная хватает при полной яркости на целый день пользования и в конце дня остается 20-25 процентов вам вполне батареи хватит приложение камеры камера показывает приложение основная камера 12 мегапикселей с диафрагмой 1 и 7 это очень неплохая неплохая камера мы к камере еще вернемся и фронталочка у нас на 15 9 мегапикселей с диафрагмой 20 ну и набор датчиков давайте посмотрим набор датчиков приложение sensorbox набор датчиков акселерометр это все понятно датчик освещенности тоже работает корректно видите так дальше датчик приближения тоже поднесли все и цветочек расцвел работает корректно также у нас есть гироскоп датчик ориентации и диктофон который тоже работает корректно также магнитный датчик тоже на борту с датчиками здесь полный порядок как gps-навигатор смартфон также можно использовать здесь у меня в доме смотрите как быстро он определяет спутники это очень хороший результат как gps-навигатор смартфоном тоже можно и нужно пользоваться до жесты здесь работают отлично также пару слов хочется сказать о тесте антуту бенчмарк обратите пожалуйста внимание какое количество баллов набрал смартфон 175 тысяч 868 и хочется показать вам также тест мультитач тест мультитач 10 касаний а теперь давайте перейдем к камере этого телефона это пожалуй одна из самых сильных сторон этого аппарата хочется показать вам настройки настройки самые минимальные так соотношение фото можно выбирать так искусственный интеллект можно включить ну и все значит hdr вспышка переходим к видео этот смартфон может снимать видео full hd даже может снимать в 4к 720 и в 480 разрешений камера снимает для своей цены отлично может даже потягаться с флагманом посмотрите некоторые снимки тестовое видео камера meizu note 9 съемка ведется full hd тузик 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 ну гавкни гавкни на на камеру тузик молодец молодец тестовое видео телефоном meizu note 9 тестовое видео на фронталку телефоном meizu note 9 всем привет качаюсь на качели стабилизация все в порядке как видим камера в этом телефоне достойная ну а что в играх я загрузил асфальт 9 и давайте посмотрим как этот телефон покажет себя в игре что поехали как видите без тормозов без микрофризов идет игра до 675 дракон это игровой процессор никакого нагревания не успел игра идет на приличной скорости вот и финиш подводя итог этому телефону скажу честно телефон мне очень понравился из недостатков их фактически здесь нет единственное что нельзя расширить картой памяти но 64 гигабайта вполне достаточно ну и пластиковый пластиковая крышка задняя она собирает отпечатки пальцев но в чехле все будет отлично телефон шикарен за свою цену сейчас его цена 175 долларов но в некоторых магазинах даже можно купить за 165 за 170 все ссылки я оставлю под этим видео покупать вам meizu note 9 или нет решайте сами а я буду заканчивать свой обзор поддержите меня лайком подпишитесь на канал ну и до новых встреч до новых видео всем пока ну и пока vient